Итак, доброго здоровья! Всех рад приветствовать на канале GameLare. Меня зовут Мистер Фриман 315. Это заключительная часть моего прохождения мода Паранойя к первой Half-Life. Ну что ж, вот шли-шли мы по последнему коридору. Вышли сюда, и что мы здесь видим? Правильно, видим мы здесь неведанную хрень. Я не знаю, что это такое, и с чем это едят, но... Реально, тварь, неприятная. Как-то мне придётся её уничтожать, как я пока не знаю. Надо над этим подумать. Так, давайте прочитаем, наверное, текст, который нам предлагают. Всё больше дают надежды на спасение. Объяснившие подопытные за месяц исследования, превратившиеся практически в животных, не дадут мне ловить за отсюда живым и добраться до помощи. Если случилось чудо, думаю, никто не избавит мой организм от разработанного вируса. В последние две недели разработка формулы вируса М4D проходила наиболее успешно, давая всё от них более положительные результаты. И три дня назад мы, наконец, решились провести первые испытания их на наших подопытных. Понятия не имею, как могла от неё попасть информация. Видимо, ведь этот вирус, согласно всем проведённым экспериментам, мы её уничтожить уже не смогли. Но мне кажется, кто-то передал её им в безумие. Он работал вот с нами и не сообразил, что никогда человеку говорят дату смерти, потому что именно самые безумные жены. Сегодня утром в 7.30 Михаил Сорокин принял вирус введение R2D усиленного образца. Так что уже облика подопытному 34. Условное имя Антон. У него оказалась металлическая ручка. Ручка моего лучшего друга Василия Кутилова, Кутилова, которой он и убил Сорокин. Она пришла ему в шею в области сонной артерии. Далее всё происходило тайно. Он кинулся освобождать других подопытных и успел выпустить двоих. Кажется, это было ясточное место. В это время подборная охрана связалась на результате, что охранников были убиты и, словно безумие, и подопытные кинулись на лаборантов. Около 8.30 мы получили сигнал тревоги и поспешили спуститься на нижние уровни лаборатории Крот-1. Но нам переграбили дорогу подопытной. Их было человек восемь, если не ошибаюсь. Тогда мы их убили. И мне ободрали плечо. Нам удалось спуститься и закопнуть дверь. Здесь нас четверо. Михаил Волков и Александр Попов умерли от полученных травм. На улице Давыдов получался от потери крови 15 минут назад. Мне, видимо, предстоит умереть, когда он практически изнабит и подошлит. Вверху поначалу раздавались выстрелы. Это, очевидно, подоспелы и охранники. Но сейчас всё уже понятно, что там наверху произошло. Раз уж суждено мне уйти здесь. В том же обстановке последняя. Сама торопочка у меня осталась. Я припомню, это последняя вечерая поломка. Сейчас далеко отсюда пускаю. Жизнь будет счастливой. Никогда ей не придётся скрыть. Я чувствую, как вирус возникает моим телом. Очень скоро сжатные ститы поддавят на вас. Моё тело мутирует неправильность. Используется бесформенная нечто. Жаждущая кровью. Что в этот миг только одно. Прямо в сердце. Вот такое вот небольшое откровение мы сейчас прочитали. Но, тем не менее, мне от этого не легче. Я до сих пор не могу понять, что мне делать с этой тварью. Так, ну что. Главное, что мы прочитали. Он желал получить пулю прямо в сердце. Но кто из них? Этот, этот или... Кто ещё? Вот этот, да? Так, ну давайте попробуем. Это профессор Пирогов. Майор, у вас получилось. Наши подопытные больше не опасны и пришли в норму. Отличная работа, майор. Возвращайся назад. Я жду тебя. Так, ну что. Вот, в принципе, и всё. Ничего сложного. Я думал, меня тут битва с боссом ожидает. Там, я не знаю, какая конкретно. Оказалось, всё намного проще. Хорошо. Давайте тогда, наверное, вернёмся. Возвращаться нам, наверное, надо вот сюда вот. Так, вот отсюда мы, по-моему, пришли, да? Так, я вот, честно говоря, не знаю, правильно ли я направляюсь, но раз сказали слово «возвращайся», значит, по идее, надо возвращаться. Так, ну здесь тупик. Значит, путь остаётся только один. Это... это... так... А где этот проход ещё один? А, вот он. То бишь, вот сюда, да? Кстати, какое-то было действие использовать. Не могу понять, что из... что из... Так, стоя. Берегите патроны. Так, подожди, ты... ты где? Это с кем я сейчас разговаривал? С грузовиком? Это мне грузовик сказал «берегите патроны»? Или там кто-то в кабине сидит? Ребята! Не, походу, это я с грузовиком беседовал. Не время для болтовни. Да, братан, базара нет. Не время для болтовни. Говорящий грузовик, ну и ну. Ладно. Так, не, ребят, отсюда я пришёл. Вроде как, да? Вроде как, да? Ну и тварь. Так, нет, ребят, я, наверное, возьму всё-таки дробовик, потому что... С ним, наверное, проще будет выглядеть. Вот эта вот хрень. Тоже невекторная. Здесь нам больше делать нечего. Так. Давай найдём лифт и будем выбираться отсюда. Готово. Так, здесь ничего. Здесь ничего. Всё. Так, ты идёшь? Давай. Закрыто. Тоже закрыто. Открыто. Так, взял патроны. Больше мне пока не нужно. Так, где мой напарник? Где мой напарник? Вот он. Так, ну чё ты сидишь? Тихо. Я что-то слышал. Ты что-то слышишь? Ладно. Давай в лифт. Отойди в сторону. Здесь нам больше делать нечего. Похоже, это то, что нам нужно. Жми кнопку, майор. Так, всё. Поехали назад. Внимание, бойцам, находящимся на уровне А1. Мы только что обнаружили группу противника, которая с боем прорывается на поверхность. По нашим сведениям, это иностранная диверсионная группа, которая под прикрытием террористов занималась сбором секретной информации на территории исследовательского комплекса. Приказываю остановить их любой ценой. Они не должны уйти живыми. Так, А10, я думал, лучше поменять теперь. На оружие. На более эффективное. Замбаки. Замбаки, майор, противник близко. Замбаки кончились, осталась группа вооружённых террористов. Так, ну что, потихонечку двинемся вперёд, да? Так, сейчас одним глазом глянем, что тут да как. А ты, нифига себе, сколько мне тут всего. Далее. Так, ну я сейчас, тем не менее, возьму пока вот это вот. Так, и потихонечку двигаемся наверх. Так, я так понимаю, это свои, да? Кто, кто, где? Что-то я не, ничего не понял. Нет, всё-таки это не свои, ребят. Ошибся ведь немножко. Так, ещё раз попробуем. Слишком много он у меня жизни забрал. Во! Так, это свои, да? Боец, ты как? Да. Так, идём дальше. Слушайте, как он меня хорошо под ствольником присадил, а? Так, надо сейчас аккуратненько. Давай, чуть-чуть проседает АПС. Мясо. Мясо. Где ты там кого увидел? Так, четыре патрона. Ну мы их вынесли, кстати, ребят. Патроны у меня на винторезе закончились, но тем не менее. Так, чё, дальше, да? Внимание, разведка сообщает о присутствии неопознанного вертолёта К-50 в вашем квадрате. Экипаж вертушки не подчиняется приказам штаба и ведёт огонь по своим. И, судя по всему, он прикрывает отход диверсионной группы после готовых атаки с воздуха. Так, пополнили запаса здоровья. Так, ну и сразу одного вывода здесь, что не может не радовать. Так, а здесь вертолёт, кстати, а чё мне... Ох ты! Подожди-ка, другая чё. А чё мне с ним делать-то, а? С вертолётом я имею в виду. Так, ну ладно, всё. Сейчас, походу, я так понимаю, финишная прямая. Надо вынести вертолёт. Вот мне дают жизни. Поехали. Поехали. Так, а ты тут бегаешь? Так, сейчас сразу мне промахиваюсь. Так, ещё раз. Есть. Один раз попал. Пабит сюда. Что-то я промазал второй раз. Так. Ребята, там-то оказывается не всех повынесли. А, нет, это вертолёт настреляет. так как раз пока он разворачивается это наш шанс так и разом у него попали кстати вот что интересно вертолета советские но это эти на на ребята угнали а 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 у а вот так вот печальный такой конец конечно жалко доктор что это но ничего не поделаешь уж кому не повезло тому не повезло как говорится ребят но от себя хочу добавить что мод мне очень понравился сделан нашими русскими модмейкерами за что им огромное спасибо объявляю так сказать благодарность работа проделана колоссально больше всего мне в моде понравился саундтрек шикарно сделан шикарно выполнен музыка подобрана очень хорошо создает дополнительную атмосферу и еще хотелось бы отдельно сказать насчет атмосферы очень сильно напоминает игру stalker в общем ребят все кто любит stalker обязательно пройдите этот мод получите колоссальное удовольствие потому что по атмосфере он абсолютно stalker не уступает просто все уровни проходятся на одном дыхании вот что еще можно сказать об этом моде страшноватый да местами немножко было страшновато ну и так сильно как в других каких-то хоррорах сейчас музыка очень сильно меня перебивает но тем не менее огромное спасибо кто досидел до конца досмотрел мое прохождение приходите на мой канал подписывайтесь на него ставьте палец вверх оставляйте комментарии жалобы пожелания и все-все-все остальное мы обязательно с вами увидимся в следующих интересных прохождениях в общем всем спасибо всем удачи всем пока